приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня в этом видео поговорим о признаках тяжелой энергетической связи поговорим о том что вам делать и как правильно разорвать такую связь друзья далее все более подробно вы знаете с каждым человеком без исключения у нас происходит духовная и энергетическая связь и такая связь бывает нескольких видов есть энергии сходятся и такая связь становится очень крепкой с таким человеком не хочется расставаться ни на минутку он становится вашей второй половинкой с которой хочется делиться всем и радостями и печалями так как вы знаете вы знаете что он все выслушает во всем поможет поддержит подскажет его душа становится родной если же энергии не соединяются воедино отношения с таким человеком складываются неблагополучно появляется неприязнь присутствие такого человека быстро надоедает бывает такая связь что у вас каким-то человеком были отношения или уже есть на данном этапе а воедино ваши энергии не соединились так как не подходят друг другу в таком случае один человек начинает зависеть от другого в таком случае вы готовы все делать для такого человека по щелчку его пальцев только для того чтобы он оставался в вашей жизни или для того чтобы иметь возможность наладить с ним отношения порой многие люди сами не осознают своей зависимости и воспринимают все происходящее как должное попадая в полную и порой даже беспощадную зависимость какие же отношения считаются нездоровыми и как они могут перевернуть полностью вашу жизнь притянуть беды и даже несчастья поэтому от них нужно срочно избавляться пока не стало совсем поздно если вы будете тянуть за собой токсичные токсические отношения которые разрушат не только то что находится вокруг вас но и вас никогда ничего нового не получите в свою жизнь и не сможете сделать ни одного шага вперед а только будете стоять на одном месте если у вас отношения закончились отпустите их не держите если вы видите что вам тяжело с каким-то человеком также отпустите эти отношения не стоит пытаться подстраиваться унижаться потому что это все-таки путь в никуда первым признаком таких отношений является то что вы перестаете интересоваться всем кроме данного человека вы сами перестаете развиваться вы отбрасываете на задний план все то что ранее было для вас важным ваше увлечение больше вас не привлекают вы останавливаетесь на одном месте и все ваши мысли заняты только данным человеком вы просыпаетесь мыслями о нем с этими мысли с мыслями уже и засыпаете его увлечение интересы становятся вашими даже если это вам ранее было совсем не интересно вы подумать никогда не могли чтобы заниматься чем-то таким а сейчас занимаетесь хоть еще и где-то на подсознательном уровне не находите это занятие интересным или занимательным для себя через некоторый промежуток времени такой зависимой жизни вы перестаете на энергетическом уровне принимать энергии которые нужны именно вам так как всячески им показываете что не нуждаетесь в них что приводит к тому что в процессе вы начинаете терять это что у вас уже было радовало вас вы даже можете потерять работу перестать подниматься по карьер на лестнице так как будете считать что вам нужно еще больше и больше свободного времени которые вы можете и должны тратить на данного человека для то чтобы попытаться угодить ему и далее мы поговорим о нездоровых отношениях если вы улавливаете в этом себя остановитесь задайте себе простой вопрос а стоит ли ваша жизнь этого оценится ли все это вы делаете кому это вообще нужно один из самых основных вопросов счастливы ли вы жизнь у вас одна и вы собираетесь прожить ее так как хочется кому-то другому выбор для себя не то что нужно вам заменим важный для себя аспекты совсем не важными и даже неинтересными когда вы увидите что свернули не в том направлении начните сразу это менять вам нужно разорвать с данным человеком энергетическую связь если вы находитесь в отношениях уходить от такого человека без сожаления если же отношения закончились займите свою голову чем-то другим найдете себе абсолютно новое увлечение начните пробовать то что ранее никогда не пробовали позвольте себе то что всегда откладывали на потом как только вы начнете идти такой дорогой вы сразу ощутите что начнете отдаляться от данного человека у вас начнут происходить приятные события в жизни которые еще больше будут заполнять вашу голову и вы решите многие свои проблемы вам вновь с каждым днем будет нравится жить своей жизнью вы станете наполнять свою жизнь разнообразными событиями что поможет вам начать ощущать себя свободным человеком через время вы полностью сможете разорвать такие отношения и вам станет больше не интересно к этому возвращаться а вспоминая о данном человеке вы больше ничего не будете ощущать этот человек станет вам просто не интересен вторым признаком нездоровых отношений можно сказать самым опасным является все то что все ваши действия заключается в том чтобы получить одобрение данного человека так как для вас в любой ситуации только это имеет смысл вы в таком случае можете совершать действия которые не соответствуют вашим принципам характеру вы готовы переступить через свои приоритеты если посмотреть на свои поступки со стороны то их возможно назвать безрассудными если в бы вам ранее рассказали о том что вы можете такое сделать вы бы не поверили вы можете начать одеваться так как нравится данному человеку покрасить волосы в такой цвет который также нравится данному человеку а делайте все это не для себя вы теряете себя многие люди попадая под такой тотальный контроль готовы отдавать даже все свои заработанные деньги брать кредиты стоять сутками на кухне только для того чтобы данный человек был доволен и будет устраивать просто то что они могут находиться возле него рядом вы можете писать для данного человека стихи выставлять на всеобщее обозрение посты в социальных сетях все это будет выставлять вас со смешной стороны а данный человек поняв что вы полностью под его властью может начать этим пользоваться даже порой издеваться над вами что сделает вашу жизнь полностью зависимая такого человека чтобы освободиться от этого всего вам нужно начать делать только то что интересует вас вернуться к своей внешности покупать только то что вам бы хотелось и конечно же не думать о том кто и что скажет вы должны быть полноценным владельцем своей жизни вы должны руководить ею только вы и никто другой если вам нужна будет помощь так как вы не сможете справиться с этим самостоятельно обратитесь к своему близкому человеку вместе придумайте какое-то общее дело которое увлечет вас вы должны быть загружены в большей мере вас на начальном этапе не должно хватать времени на то чтобы думать о чем-то другом кроме работы с каждым днем ваше материальное моральное состояние будет становиться лучше и лучше вам обязательно нужно проговаривать такие слова я независимо я делаю только то что пожелаю сама своей жизнью управляют только я также от души просите вселенную сделать вас сильнее крепче она обязательно придет вам на помощь и вы совсем справитесь не сомневайтесь в своих силах человек может все главное очень сильно захотеть третьим признаком таких отношений является то что вы делаете из определенного человека и дала считаете что этот человек самый красивый умный вы внушаете себе что данный человек имеет право повелевать вами чтобы готовы делать все для того чтобы данному человеку было хорошо вас начинает преследовать страх того что вы можете потерять данного человека это мысли начинает вас преследовать и днем и ночью что нарушает ваш сон притягивает к вам депрессию вы попадаете от него в полную зависимость если вашим отношением что-то будут угрожать со стороны руки у вас опустятся вы не будете знать что делать а то что данный человек может вас оставить вы предположить просто не можете так как считаете что ваша жизнь будет окончена что ничего хорошего и интересного в ней больше не может быть если такое произойдет у состояние которое будет у вас в этот момент способна разрушить вашу жизнь поэтому чтобы не думать как выходить из данной ситуации не допускаете до такого должна быть даже должно быть даже самых крепких отношениях черта который не стоит переступать ваши интересы должны оставаться всегда вашими вы можете иметь и общие но они не должны стать едиными не стоит давать и ревности поглощать вас вы должны осознать одну простую вещь что вы не можете все контролировать если вам захотят изменить найти замену это обязательно произойдет контроль еще никому в этом вопросе не помог начните смотреть за собой имейте свое собственное занятие какие-то увлечения красиво одевайтесь имейте всегда ухоженный вид сделайте так чтобы данный человек осознавал что вы прекрасные ценил то что вы есть в его жизни если вы разошлись человеком то не оставайтесь на том же месте где вы остались когда отношения закончились измените с этого момента свою жизнь кардинально начните расти еще больше развиваться чтобы через короткий промежуток времени данный человек просто перестал вам быть интересен чтобы вы посчитали что он вас более не достоин он можно попроситься обратно но вам уже не захочется его принимать это будет пройденный этап как только вашей жизни будет появляться что-то новое откроются энергетические каналы которые ранее были для вас закрыты появится и новый человек с которым у вас сложится абсолютно другие отношения уже гармоничные счастливые но вы более не должны позволять допускать себе такую же ошибку вы можете любить данного человека ценить уважать но идолом для вас он быть не должен так как и вы для него старайтесь изначально строить правильное отношение со своей второй половинкой чтобы потом вам не пришлось попадать неловкую ситуацию думать как справиться со всеми проблемами и всем тем негативом который на вас накопился не стоит забывать и о том что везде всегда и во всем должна быть мера а также и о том что насильно мил не будешь если вас не любят не ценят старается унизит то стоит сразу уходить не давайте управлять собой ничего хорошего из этого в результате не будет отпускайте все то что вам мешает цените все то хорошее что имеете не давайте себе никому обижать так как это не ценится у вас одна жить прожить ее нужно только в свое удовольствие а не так чтобы потом пришлось о чем-то жалеть чтобы у вас была какая-то возможность что-то попробовать или изменить а вы ней не воспользовались сами как всегда друзья был канал код изобилия обязательно подписывайтесь на наш канал для ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то ведь и котором на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео